Любовь к Европе вне закона, потому что любят ее из-за своих страстей. Мусульмане полюбили Европу, начали тянуть оттуда, да, вот эту всю заразу. И что получили взамен? Получили взамен вражду. Там война, тут война, тут экономический кризис, тут какой-нибудь вирус. На самом деле, на самом деле, человечество сейчас в религии нуждается еще больше, чем раньше. А то, что Европа отошла от религии Иисуса, ну это, наверное, никому сейчас не нужно объяснять, да, то есть все это понимают. И человеку еще и такую иллюзию нарезали. Ты можешь быть кем хочешь. Ты можешь выбирать, ты мужчина или женщина, или вообще где-то посередине. Путь, противоречащий шариату, приводит к результатам противоположным желаемым. То есть, когда человек выбирает какой-то путь, какой-то цель, и вроде бы цель может быть даже, так скажем, и благой, ну или вообще цель. Но путь, который он выбирает, да, или метод, незаконный. То в итоге, в итоге этот человек, и лишается результата, даже более того, он, как правило, получит противоположное тому, что он желает. Понятно, да? И это выводится из какого аята Кур'ана? То есть, убийца лишается наследства. То есть, грубо говоря, человек хочет получить наследство отца. Но если он его убьет, то по шариату он лишается наследства отца. И вот точно так же, то есть, так как наша тема сегодня, это будет, по сути, незаконная любовь мусульман к Европе. К Европе. То есть, она реально есть в исламском мире, очень большая любовь к Европе. И мы это видим во всех практически исламских странах. Во всем. Культура, в одежде, в кинофильме. Ну, во всем. То есть, практически во всем. Подражание идет полностью практически, да. Так вот. И здесь такое выражение есть. Любовь к Европе вне закона. То есть, она является незаконной. Потому что любят ее из-за своих страстей. И вот этот человек, или те люди, или те страны, которые проявляют вот такую вот любовь, да. Они, вопреки желаемому, чаще всего получают наказание. Точно так же, вот эта любовь к Европе, которая является вне закона, и подражание, и привязанность к ней, в итоге, получат результат какой. И мы его явно видим, и мы сегодня его озвучим. Это враждебность, коварная причем, и нападение. Совершенно верно. То есть, мусульмане полюбили Европу. Да, что Османская империя, что там. Начали тянуть оттуда, да, вот эту всю заразу. И что получили взамен? Получили взамен вражду. Причем коварную, да. Предательскую такую, да. И так далее, и так далее. И мы видим, чем это все закончилось. И продолжает. Продолжается это все сегодняшними событиями, да. Итак, из-за того, что европейская наука и культура в некоторой степени обосновалась в мыслях старого Саида, новый Саид странствовал в своих размышлениях, и европейская наука и культура, перевоплощаясь во время этих размышлений в духовной болезни, вызывала большие затруднения. Поэтому новый Саид, встряхнув свои мысли, желая очистить их от ссора философии и распутной культуры, чтобы унять в душе страстные чувства нафса, заступавшиеся за Европу. Был вынужден вступить с одной стороны в очень короткий, а с другой стороны в длинный диспут с духовной личностью Европы. Но тут нужно сразу, как бы, отделить, да, и обозначить один момент. Да, то есть, не поймите меня превратно, есть как бы две Европы. Я не обращаюсь к той Европе, которая, получив процветание от истинной религии Иисуса, мир ему, придерживается всего, что полезно для общественной жизни людей и наук, служащих справедливости и истине. Я обращаюсь ко второй испорченной Европе, которая во мраке материалистической философии воспринимает скверную и греховную сторону культуры, как благо она воспринимает это и подталкивает человечество именно к этому, к распутству, заблуждению и так далее. Так вот, тогда в том духовном странстве, я сказал, духовной личности Европы. То есть, как бы, всю Европу, как некая, как Шах Симанови на арабском это называется, духовная личность, да, которая, помимо благ цивилизации и общественных наук, имеет в своих руках, что? Пустую и вредоносную философию и пагубную распутную культуру. И мы реально понимаем, что вот сейчас хоть кто-то там говорит, что есть какая-то там еще, типа, мол, русская культура или такая культура, или такая. У всех истоки одни. Не то, что истоки одни, а по сути-то, практически вот эта европейская, так скажем, или там западная культура, она смела все остальные. Причем она сама такая, как бы, искаженная, да, вот этой именно философией, да, извращенная. Она реально, ну, где сейчас там культура такая, такая. Она остается в виде, знаете, таких мишуры и таких памятников чисто, да, там, что вот у нас, кто там сейчас особо в национальной одежде ходит, там, да, к примеру, там. Ну, то есть, мы же видим, что это все, как бы, как сказать, ну, ничего не осталось. Да, просто какое-то там такое подражание, типа, мол, что у нас там есть... Ну, по сути, никто уже так не живет, да, то есть, все вот это европейская культура, европейская философия, она реально как сель просто взяла и смыла все остальное. То есть, возьми, что Европу, да, что там, Азию, что там, не знаю, там. Ну, хоть что, да, то есть, реально. Поэтому, знай же о вторая Европа, вот эта испорченная, так скажем, Европа. Ты держишь в своей правой руке порочную, заблудшую философию, а в левой распутную и пагубную культуру и утверждаешь, что человеческое счастье заключено в них. Пусть отсохнут эти две твои руки и пусть эти два твоих скверных подарка обрушатся на твою голову, что так и будет. О, несчастный дух, распространяющий неверие и неблагодарность. То есть, по сути, вся их вот эта философия, она под собой как бы скрывает куфр. То есть, именно приписывая все причинам, случайностям и так далее, и так далее. То есть, отворачивает людей от благодарности. Разве возможно, чтобы человек был счастлив, если его физическое тело находится в обманчивом окружении украшений и богатств, тогда как душой, совестью и разумом и сердцем он находится среди ужасных несчастий и страданий. И можно ли назвать такого человека счастливым? То есть, представьте, человек, его тело, да, оно находится в таком, типа, ложном раю, а его душа, совесть и сердце мучаются. Можно такого человека назвать счастливым? Не, да? Ну, ты вот сам, брат, да, говорил, то есть, искал счастье, да, думал. Деньги. Ты, Аллах дал деньги, ты понимаешь, не то. Машины, квартира, ремонт, то, пятое, десятое. То есть, вроде бы ищешь вот в этом, во всем, а нету там неудовлетворения, какие-то просто, как вспышки, да? То есть, ты просто там, а, там, что-то у тебя появилось, ну, сколько оно тебе даст удовлетворения? Обезболивающие. Да, просто это какое-то, как сказать, то есть, оно не может заполнить, да? Поэтому, без настоящего, так скажем, питания для человека, для его души, сердца, совести, человек никогда не будет доволен. То есть, его невозможно будет назвать счастливым. Разве ты не видишь, что огорчение человека из-за незначительного дела или крушения его надежд из-за каких-нибудь воображаемых желаний или разочарования из-за незначительной проблемы делают горькими его сладкие мечты. Приятные состояния превращаются в мучения и мир становится для него узкой темницей. То есть, смотришь на человека, реально, порой, какая-то мелочь, вот реально мелочь. К примеру, у человека, да, вот мы же все, почему сейчас, к примеру, очень много таких мотивационных роликов, когда показывают человека, который там находится в каком-то очень сложном положении, да, и там пишут, там, вот, расскажи ему свои проблемы, да? То есть, это что, для чего такие ролики даются? Для того, чтобы человек реально начинал оценивать, что у него есть, а не то, что он там якобы потерял. Правильно? То есть, получается, представь, у человека жизнь есть, здоровье есть, у него там то есть, он ходит, он видит, он слышит, он то, 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 то. То есть, там, перечислять невозможно даже, он не может перечислить все дары, которые у него есть реально. Но у него, к примеру, не знаю, там, что-то не получилось, что-то он потерял, что-то сломалось, понимаешь, да, что-то разбилось, там, это просто мелочь, не знаю, там, элементарно, телефон какой-то, или еще какая-нибудь мелочь. И ты смотришь, вот эта маленькая проблемка, она как вот, есть же пример такой, да, что как крылышко мухи, когда на глаза попадает, оно скрывает горы. Вот точно так же, вот эта маленькая проблемка попадает, да, на взгляд человека, он что-то испытывает в своей жизни. И все, он как будто не видит того, что у него на самом деле есть. Все. То есть, вот посмотри, такое естество человека, что его настолько может вывести из себя какая-то вообще мелочь. Понимаешь? Простая мелочь может его просто ушатать. Ну, реально же. Смотришь, бах, и все, и человек там, или там кто-то ему что-то не то сказал, или кто-то не что-то сделал, да, все, и человек там уже приплыл. Ты думаешь, что, у тебя же все остальное-то нормально, что ты так, да, что с тобой? Да, или, ну, сами понимаете. Поэтому, то есть, эти все обстоятельства, для чего мы о них говорим? Для того, чтобы реально понять естество человека, какой он, этот человек, что он настолько уязвим, он настолько уязвим, да? Так вот, разве ты не видишь, что огорчение человека из-за незначительного дела или крушения его надежд из-за каких-нибудь воображаемых желаний или разочарования из-за незначительной проблемы делает горькими его сладкие мечты, приятные состояния превращаются в мучения, и мир становится для него узкой темницей. «Между тем, какое счастье ты можешь принести такому бедному человеку в таком состоянии, да, если вследствие твоей злополучности он вкусил удары заблуждения в самых сокровенных уголках своего сердца и в основе своей души». То есть, представь, это безбожная философия, да, вот эта, чем заражена вот эта вторая Европа, она вообще уничтожает у человека самые большие чаяния и самые, у него самые важные чувства. Просто ранит таким образом, да, грубо говоря, что нету вечности, нету вообще смысла, нету ничего. То есть, представляешь, там не то, что там он какую-то мелочь теряет, а вообще у него просто фундаментальные вещи просто сносятся его жизни. Из-за этого заблуждения оборвались все его чаяния, то есть все мечты, все надежды, да, там и так далее. Отчего возникли все его страдания. Поэтому внешне смотришь, вроде бы, ну хорошо же живут, все хорошо, да, в тепле, одеты, обуты, топят, а что-то несчастливы, что-то не то, что-то не хватает. Потому что, на самом деле, если человек просто задумается, почему вот это вот в исламе есть, тот, кто познал себя, он познает своего Господа. Просто если человек реально задумается о себе, то есть поймет, вот ты какой есть, что ты реально хочешь, о чем ты реально мечтаешь, да, то есть на естество свое посмотри, и ты поймешь, кто тебе нужен, и кто может действительно тебе сделать счастливым. А естество человека какого? Он хочет вечности, он не хочет вообще проблем, он не хочет расставания, да, он не хочет там, он постоянно подвержен какому-то беспокойству, потому что из-за разума он связан там и с прошлым, и с будущим, и плюс своими человеческими чувствами он связан там ну с родными, с детьми, да, там, друзья, там, ну и вообще даже со всем миром. И представляешь, это все атакует человека. Этот там мир, он же неспокойный, правильно? Еще тем более, тем более, вот как многие говорят, что, а, религия это что-то там, типа, мол, от прошлого. На самом деле, на самом деле, человечество сейчас в религии нуждается еще больше, чем раньше. Почему? Потому что, к примеру, раньше человек, например, жил в каком-нибудь селе, или в горном, да, или в каком-нибудь ауле, или где-нибудь в деревне, ну что он, какие у него там были проблемы? Что он там видел? Что он там много видел смертей, каких-то катастроф? Нет, да, то есть у него вот там его жизнь. А теперь, представляешь, человек каждый день, просто открывает там новостную ленту, сколько на него вываливается вот этих катастроф. Там война, тут война, тут экономический кризис, тут какой-нибудь вирус, там квартиру, там еще что-нибудь, у него беспокойство там, то есть за все. Представляешь, то есть, и его вот так просто атакуют со всех сторон. Вопрос, а что ему даст утешение? Что? Временное опьянение, да, это то, что предлагает ему Европа. Или даже какие-то типа гуру сейчас, да, вот нашлись многие там, да, сейчас человеку. Ты не думай, ты живи сейчас, настоящим, не думай ни о прошлом, ни о будущем, ты находись здесь и сейчас, лови момент. По сути, предлагает человеку животное состояние. Но это же не естественный человек, то есть, Всевышний же Аллах дал человеку и прошлое, да, он связан через, через свою память с прошлым, через свое воображение с будущим, у него есть разум, он осознает, у него есть чувства и так далее. А ему говорят, ты как будто откажись от этого, вот здесь и сейчас живи, как свались вот в эту там, секунду, да, типа наслаждайся, не думай ни о чем. Во-первых, это искус, искусственное состояние для человека, да, по сути, они ему предлагают быть животным, потому что у животного как раз так, животное не думает, что будет завтра. Животное не печалится, что было вчера, да, оно живет здесь и сейчас. Но оно-то так живет, естественно, потому что Аллах ей не дал этих инструментов, то есть, оно реально не связано. А человек-то связан, а ему говорят, да ты будь животным, типа мол, и все равно не получится, потому что тогда человеку реально нужно избавиться от разума. И это любой человек понимает, когда он реально столкнется с реальной проблемой. не когда вот это вот там, типа мол, медитируя, модутируя там и так далее, да, типа мол там, а когда реально произойдет что-то в своей, в твоей жизни, да, не дай бог война, не дай бог там еще что-то какая-то там, да, или в семье там, не дай бог, да, человек сразу поймет, что все это не работает, что ты не можешь там просто там, да, и ты такой успокоился, да, то есть нужна реальная истина. Поэтому, интересно, можно ли назвать счастливым человека, тело которого находится в приходящем ложном раю, а его сердце и душа испытывают муки ада? Так ты сбила с пути несчастное человечество, и смотрите как красиво, в неком мнимом раю, мнимом раю, ты заставляешь его переносить адские муки. Это очень сильно похоже на обман вот этого даджаля, да, почему, потому что в хадисах же описывается, что у даджаля будет ложный рай и ложный ад, то есть то, что даджаль будет предлагать как рай, на самом деле это будет адом, и наоборот, то, что он будет там создавать некий ад, это на самом деле рай, да, так вот это вот состояние, которое Европа преподносит, вот это именно заблудшая Европа, которая показывает человечество, да, вот это, как так называемый постмодернизм, да, то есть это реальный по сути духовный ад, духовный ад, это царство страстей, это царство такого, знаете, ну сатанизм по сути, да, то есть они это воспринимают, что это как мейнстрим такой, да, что это, и это пропихивается через все, вообще через все, через фильмы, через мультики, через песни, через моду, очень, очень, очень тонко, очень, настолько, как сказать, даже люди вообще не понимают, на самом деле, что происходит, им вроде бы, как противопоставляют, в их культуре, добро и зло, но на самом деле, чего бы они не выбирали, в этих же фильмах, в этих мультиках, то есть какие бы сценарии, они не проигрывали, и то, и то приводит к одинаковому результату, казалось бы, там какие-то красивые фильмы, замечательные, да, можно сказать, итог и плохого, и хорошего, то есть персонажи всегда одинаковые, на самом деле, то есть все, все идут вот туда, то есть очень интересно. То есть просто как будто взяли ложь, разделили на это, и человечеству говорят, вот выбирай, вот здесь типа мал хорошее, здесь плохое, а на самом деле, и то, и то с одного теста практически, просто с некими нюансами, а правда вообще у, да, поэтому, о, на все аммара человечества, то есть, на все аммара, это что имеется в виду, это у человека есть такие повелевающие страсти, повелевающие, слепые, которые что, не видят итогов и результатов реальных, то есть к чему все это приводит, это те чувства, которые подавляют у человека его разум, совесть, сострадание, милосердие и так далее, то есть реально их подавляют, как будто вот повелевают, реально они повелевают. Послушай этот пример, знай, куда ты ведешь человечество. Например, перед нами есть два пути, и мы идем по одному из них, и видим, что на каждом шагу встречаются несчастные, беспомощные люди, на них нападают разбойники, опустошая их хижины, отнимая их имущество и вещи, а иногда нанося им раны. И это происходит так, что даже небо плачет от их жалкого состояния. И куда ни глянь, везде такое положение. От того, что те голоса, которые слышны на том пути, являются криками разбойников и злодеев, и плачем несчастных людей, будто всеобщий траур и печаль воцарились на этом пути. То есть, просто задумайтесь, для неверующего человека, для человека, который не верит осознанно, не в вечную жизнь, не в Творца и так далее, что для него вот это все, что происходит в этом мире. А в этом мире происходит, смерть никто не отменял, катастрофы никто не отменял, болезни никто не отменял, и так далее, и так далее. А в его мире царит хаос. Он же не верит в Бога. Он не верит, что все не случайно, что все с определенным смыслом, что все эти смыслы, они связаны с познанием Творца, и так далее, то, что объясняет религия истины. То есть человек верующий, он-то вообще же все по-другому воспринимает. А для этого человека, представляешь, вот смерть элементарно. Вот для неверующего человека что такое смерть? Ну это же катастрофа для него, согласитесь? Даже смотри, людей, которых приговаривали к смертной казни, вот в Советском Союзе и так далее, да, представляешь, они настолько вот многие там, да, типа мол, что там это, смерть. На самом деле это такая катастрофа для человека, что у 90% людей, которых приговорили к смертной казни, представляешь, им же на руки дают вот этот приговор, представляешь, дают приговор, и говорит, во всех, в 90% вот этих приговоров этот человек слово расстрел вычеркивает, зачеркивает. То есть он его даже читать не может. Он не принимает. Не принимает, представляешь, то есть слово у всех, 90% людей, которые были приговорены к расстрелу, они, представляешь, просто слово даже это не могли читать в своих приговорах, представляешь, они его вычеркивали, замазывали, стирали, представляешь? То есть насколько это... И говорит, использовали любые методы, чтобы выбраться с этого положения, любые, через матерей, через родственников, просто делали вообще, говорит, все вообще. Потом, когда там вот эта тайна исповеди, да, начали пускать к ним попов, они на попов начали там давить, там, что а я не виноват, давай там через это. То есть человек пытается всеми силами, понимаешь, избежать этот вопрос. Поэтому просто люди, понимаешь, как сказать, ну это потом дальше об этом и будет сказано, то есть по сути, если человека, вот то, что ему, какие ему плоды предлагает вот это безбожие, вот это по сути философия, она, понимаешь, она, она очень так, как сказать, не открыто даже это, да, то есть это происходит так мягенько через все, там, украшая эту жизнь, понимаешь, вот эта любовь к этому миру, там, туда-сюда. Они вначале человека влюбляют, то есть опьяняют его, а потом вот эта инъекция происходит, что он не чувствует, что у него веры уже нет, все. То есть у него настолько все переключилось на этот мир и получается, что он под этим наркозом, наркозом они его и держат, вот это вот всей, типа культурой, вот этим развлекаловым всем и так далее. То есть он вот в этом, как сказать, потреблении. Да, то есть в этом потреблении, в этом беге по кругу, он вот так вот, и они его ведут, ведут до определенного момента, чтобы потом утилизировать и все, понимаешь. То есть поэтому, если реально человека отключить вот от этого наркоза, да, оставить наедине с самим собой, да, вот со своими мыслями, со своими чувствами, он с ума сойдет именно в неверие. И если вы посмотрите, что большинство именно таких осознанно безбожников, безбожников, именно философов такие, посмотрите все, как они закончили жизнь. Ну даже главу всех безбожников, философов взять, да, Ленина. То есть просто психиатерическая лечебница с ума сошла. Представь, то есть и так далее, да, то есть просто посмотрите, посмотрите, к чему все это приводит. «Ведь поскольку человек в отношении своей человечности переживает за страдания и боль других людей, поэтому он подвержен бесконечным страданиям и боли, особенно сейчас». Представляешь, сейчас, ну, это же единицы только раньше, к примеру, попадали и видели какие-то массовые смерти, да, там, и так далее, ну, к примеру, кто-то там во время Второй мировой войны, да, там, и так далее. А так, в основном, люди же этого не видели. Ну вот обычный человек, к примеру, он в своей жизни, ты, к примеру, лично вот так вот прям на твоих руках кто-то умирал, нет, то есть, знаешь, ты прожил, грубо говоря, ну, уже полжизни практически, да, и у тебя не было такого, то есть ты лицом к лицу, как бы со смертью, ты не сталкивался. Но когда ты сейчас открываешь просто вот свой телефон, просто новостную ленту открываешь. Там во всех подробностях. Там тебе во всех подробностях, да, вот сейчас там эти, Палестина до этого, да, там, Украина, к примеру, и так далее. То есть, ты представляешь, сколько этого всего вываливается на человека. Это вредно смотреть? Конечно. Конечно, это портит вообще человеку сердце. То есть, ты просто, ты физически, понимаешь, человек не предназначен это выносить вот так. Это ещё ты можешь вынести, если у тебя вера есть. И то, всё равно она наносит последствия. Почему? Потому что, то есть, либо у тебя должен быть настолько сильнейший иман, настолько сильный иман, чтобы это переварить. Либо ты начнёшь в себе, как бы, как сказать, у тебя вот эти вот контакты, так скажем, вот эти чувства, они начнут притупляться. Понимаешь, да? То есть, к примеру, как сказать, у тебя начнётся такая, как бы, привычка, и ты начнёшь на подсознательном уровне в себе убивать вот эти человеческие чувства. Потому что ты не сможешь всё время страдать. То есть, ты вынужден будешь затаптывать как-то эти свои чувства. Понимаешь? Поэтому, почему, к примеру, в шариате есть даже, да, такие элементарные вещи, и это вот об этом, к примеру, даже Татьяна Черниговская, да, говорит? Почему в шариате, к примеру, есть, да, что не смотреть на что-то, там, как сказать, такое грязное, там, да, там, ну, то есть, ты должен беречь свой взгляд. Потому что вот даже эти современные, ничего никуда не уходит. Всё, что ты увидел, оно у тебя останется, и оно принесёт свои плоды. Понимаешь? Почему в шариате же есть, да, там, что там, даже там, наврат не смотреть, да, там, в туалет, когда ходишь, не смотришь, ну, и так далее. То есть, не смотреть на эти вещи, потому что они просто так, не пройдут, то есть, это всё остаётся у тебя, то есть, оно потом где-то будет всплывать, наносить, да, то есть, это, как сказать, ты, там, с телефона-то не можешь стереть, да, грубо говоря, всё равно это где-то там остаётся, а отсюда ты, тем более, ничего не сотрёшь. И это всё сейчас происходит. Поэтому, я же ещё раз говорю, что на самом деле люди сейчас в вере нуждаются больше, чем, как, гораздо больше, потому что никогда человеческое естество не испытывало такого, как бы, как стресса, так скажем, да. Ну да, ну ты представляешь, что на тебя сейчас просто всё, весь мир, представляешь, тебе всё. Раньше человек, ну ты представь, вот твоя бабушка, да, или моя бабушка, жила она там в этой деревне, какие у неё проблемы там? Огурцы засолить там, не знаю, там, капусту там. Она вот видела там одну смерть в своей жизни, так она мне всю жизнь её рассказывала. Вот сколько я бабушку помню, у неё сестру током, молнией убило. Вот она в этот, в проходе этой, там, через провод её, короче. Так она мне это рассказывала, вот сколько я помню, она постоянно там что-нибудь вспомнила, всё, это у неё на всю жизнь. Представляешь? Вот один этот случай, вот один раз она столкнулась с смертью, и всё, и на всю жизнь. Ну, так я про это и говорю. Понимаешь, то есть человек так-то, ну как он сталкивался, да, там, с какими-то такими последствиями. Ну, всего лишь ерунда какая-то, да, то есть он там, ну, может, раз, два за жизнь, да, там, и так далее. А тут, представляешь, тут просто, самым ужасным образом, просто смотришь, там, какой-то там мужик просто своих детей в двух пакетах, да, там, по кускам. Ну, ты представляешь, что это такое? А зачем он показывает? А это специально, ты думаешь, это просто так? Это не просто так, это всё делается специально. Ну, ладно, мы, суть, о чём у нас речь? О том, от того, что совесть не может вынести таких страданий, да, то есть не совесть, а вот естество, да, вичдан. На оригинале это слово вичдан, да. Потеряв человечность, да, то есть у человека тогда, как бы, два выхода. То есть, представь, на тебя вот это всё наваливается, и у тебя два выхода. Один из них, это потеряв человечность, став безжалостным. То есть, то, о чём мы как раз говорили, да, то есть ты вынужден будешь у себя начинать потихоньку убивать сам свои чувства человечные, человечности, вот это, да, потому что ты же не можешь страдать всё время, да. То есть, ты должен иметь настолько жестокое сердце, что, живя в собственном благополучии, не печалится погибелью других. Это же как там, Лев Толстой, да, дал такое определение, по-моему, да, то есть, когда, говорит, ты там чувствуешь боль, когда тебе там иголку втыкают в руку, это значит, ты живой. Но если ты чувствуешь боль, когда иголку втыкают другому, это означает, что ты человек. То есть, понимаешь? А теперь представь, не просто иголку, да, а вот со всего мира тебе вот тут, представляешь, сколько связей, и ты через всё это получаешь боль. Поэтому-то люди, а ты думаешь, просто так они там начинают этих психологов? Даже если человек это не осознаёт, это на самом деле такая мощнейшая атака на твоё естество, что это катастрофа. Поэтому человек, что он должен будет у себя начинать убивать эту человечность, да, и становиться просто таким. Ну, опять же, я же говорю, даже в прошлый раз я сказал, но всё равно он же не может как бы убить эти чувства в отношении вообще всех. То есть, у него же всё равно свой круг-то есть какой-то, да, свои дети, к примеру, или свои родственники, своя мама. Так или иначе, он даже всё равно с этого маленького круга, он всё равно когда-то получит боль, потому что, ну, все смертные же, правильно? Либо он должен что делать? Заглушать эти чувства. То есть, как мы говорим, обезболивать, да, то есть, чем-то, алкоголь, наркотики, развлечения, для кого-то это может быть даже бизнес, там, неважно. То есть, лишь бы просто занять, чтобы вот этих вопросов не возникало. Просто вот окунуться куда-то, как сказать, запихать свою голову в песок, да, так скажем, как страус. Ну, образно говоря. «Ой, Европа, испорченная распутством и заблуждением и отошедшая от религии Иисуса! Ты наподобие Даджаля, то есть, Антихриста, своей одноглазой слепой гениальностью дала человеческой душе адское состояние». Антихрист, что это? Антихрист? Это именно такой, как бы, как сказать, будет или был, такой персонажи будут, да, они будут в виде, то есть, это человек будет, да, но он принесет некую систему, некое мировоззрение, некую, так скажем, философию, которая будет одноглазая с какой точки зрения. Вот это описывается в хадисах пророка Мухаммада, что он будет одноглазый. И многие думают, что это реально сейчас придет какой-то циклоп, у которого там будет один глаз, там, и так далее, да. На самом деле имеется в виду что? Что вот этот даджаль, у каждого человека, помимо его вот такого зрения, есть еще духовное зрение. Вот у даджали это будет отсутствовать, то есть, он абсолютно будет слеп в духовности, то есть, он вообще не будет понимать, что такое духовность. Понимаешь? То есть, абсолютно кер, да, то есть, слепой. Слепой, то есть, так-то у него глаза, два глаза будет, и он будет видеть, но с точки зрения духовности слепой. Вот точно так же вот это Европа. Она, по сути, олицетворяет систему даджаля. И это не сама то, что даже мы, это не совсем чисто только Европа. Это не в смысле континента. Да, это вообще некое, как бы, как сказать, некое пространство, просто оттуда это вышло, да, так скажем, то есть, и распространилось. То есть, сейчас это не только Европа, да. Это такое уже охватывающее, да. Европейская материалистическая философия, скажем так. Он будет один, но за ним будет, как бы, некая, так скажем, команда, и так далее, и так далее. И даже сам даджаль тоже не будет знать, что он будет даджаль поначалу. Потом, может быть, узнает. Еще опять же есть там, да, что будет христианский даджаль, будет исламский даджаль. Это две разные личности. Но со своими нюансами суть, что они принесут безбожие. Да, то есть, они будут противники религии. Тот будет пытаться уничтожать исламскую религию изнутри, как мунафик. Почему его и называют в хадисах именно суфиан. То есть, именно, что он будет, как лицемер. То есть, он покажет вначале себя, как мусульман. Многих ученых подтянет на себя, там, да, заставит их потом давать нужные фатва. Ну, и мы, отчасти, это тоже наблюдаем, да. А в христианском мире тоже придет даджаль. Его называют, как, масихид даджаль. То есть, он будет похож на Иисуса в каком смысле? Что он принесет, типа, некое освобождение народу простому. А на самом деле, это будет не освобождение, а через анархию такую, определенную анархию. Еще большая тирания. То есть, еще больше. То есть, обманет их, типа, мол, свобода. Они за этим пойдут, типа, мол, а, свобода. Он их потянет, добьется, когда он придет к власти, он потом, наоборот, их загонит, еще большее рабство. Через свою идеологию и так далее, и так далее. То есть, это все произойдет так настолько, именно через их умы. Через вот реальную идеологию такую, да. То есть, это будет настолько обманчивая ситуация, да. А потом еще начнутся все вот эти технологии, да, товарищ. Через то, через это. И сейчас будет это все влиять уже через все вообще. Через культуру, да. Через музыку. Через искусство. Через все. То есть, они пропитали все. И это, как... Даже на уровне, как бы, такого некого колдовства, что ли. То есть, человек не будет даже понимать, что на него воздействует. Поэтому, говорят же, да, самый лучший раб, это тот раб, который не понимает, что он раб. То есть, сейчас им создали... То есть, каждый человек сейчас считает, что он свободен. И стремясь к свободе, он еще больше залазит. Совершенно верно. То есть, даже вот сейчас через техно, мы же там через свободу, вот там, через эти телефоны, да. Мы хотим, чтобы все было на карточке, чтобы удобно было, чтобы там свобода, чтобы я передвигался туда-сюда. Но ты не замечаешь, как ты сам в эту ловушку сам залез. Ты отдал все. Сейчас через этот телефон ты полностью отдал свое лицо. Через Face ID, да, грубо говоря. Через отпечатки пальцев мы все сдали свои отпечатки пальцев. Понимаешь? Ты привязался всем. То есть, на самом деле, если вот эта вся система попадет в определенное... Она, в принципе, в их руках и находится. Тебя очень легко могут отключить. И ты можешь вообще ничего, никуда не двинуться. И это все описано в хадисах пророка Мухаммадса. То есть, ты когда именно этим взглядом смотришь, ты понимаешь, что происходит. А многие до сих пор ждут. Сейчас придет какой-то даджал. Огромный даджал. Да. Одноглазый, с древними руками. Хотя, на самом деле, эта система уже давным-давно работает. Почему мы и подняли эту тему, да? Для того, чтобы люди чуть-чуть встряхнули свои, да, так скажем, мозги. И поразмыслили над тем, к чему они стремятся. Что они любят. Что там есть, на самом деле, за вот тем красивым фантиком. Это Европы, да, или так называемого Запада, там, коллективный Запад. Суть не в названии, да. А суть именно, чтобы люди понимали, что на самом деле им под этим фантиком красивым, да. Что там, это у вас будет, то будет это. Но внутри, что им запихивают? Какую, какой яд впрыскивают, да, в их душу, совесть и так далее. Поэтому, ой, Европа, испорченная распутством и заблуждениями, отошедшая от религии Иисуса мир ему. А то, что Европа отошла от религии Иисуса, ну, это, наверное, никому сейчас не нужно объяснять, да? То есть, все это понимают. Ты, наподобие Антихриста, своей одноглазой, слепой гениальностью дала человеческой душе такое адское состояние, позднее ты поняла, что это такая неизлечимая болезнь, которая низводит человека с аля элина в асфалесофилин, да? То есть, с самого высшего уровня человека опускает в самые низшие, потому что, ну, реально, в безбожье, вот вся эта философия безбожная, как она определила, кто такой человек? Максимум животное, с какой-то там добавочной характеристикой, правильно? То есть, животное. В чем смысл жизни? Они не дали смысла. Умрет, сгниет, исчезнет. Все, то есть, по сути, аннулировали вообще. То есть, как превратили человека в бессмысленное существо. Все, ты бессмысленный. И человеку еще и такую иллюзию навязали. Ты можешь быть кем хочешь. Ты можешь выбирать, ты мужчина или женщина. Или вообще где-то посередине. Или ты робот. Ну, то есть, там такую дичь навязывают сейчас. Люди просто не понимают, что им потихонечку, потихонечку внедряют. Опускаешь его, говорят, на самый низкий животный уровень. Почему на самый низкий? Потому что у любого животного, у него понятное его предназначение. И видны его смыслы и взаимосвязь в гармонии этого мира. То есть, он выполняет какую-то функцию. То есть, если человечество убрать с этой планеты Земля, эта планета будет спокойно существовать. Правильно? То есть, мы даже наоборот стремимся жить на природу, когда едем. Именно едем туда, где не было людей. Понимаем? Потому что там будет все чисто, прекрасно. Не будет ни шума, ни ссора, ни так далее. Правильно? А возьми какие-то другие создания, если ты начнешь вмешиваться. И мы же видим последствия. То есть, все вот эти, так скажем, катаклизмы сейчас происходят, так называемые, природные. Это что такое? Это же продукт жизнедеятельности кого? Именно человека. Получается, что человек в отношении, если назвать его животным, то он абсолютно не имеет смысла. Потому что, ну какую он функцию выполняет в этом мире? Что он кому пользу приносит? То есть, в этой цепочке, какое вот он звено занимает и что он делает? Нету смысла, правильно? То есть, он только разрушает, просто потребляет все, перелом... Как сказать? Перелопачивает все вот эти ресурсы. Сказать, что человек себе пользу приносит, тоже не получается. Потому что большинство проблем у человечества от кого? От самих же себя. Да даже у любого человека, у тебя большинство проблем от кого? Ну от самого себя. То есть, ты сам себя мучаешь, сам... Сам себе создаешь, потом героически их преодолеваешь. Что не так, что ли? Все, что у нас случается, это то, что приобрели наши руки. То есть, мы сами. Поэтому... Так вот. И, представь, лекарством от этой болезни, которую ты нашла, является что? Твои привлекательные игрушки. Одурманивающие страсти, фантазии, которые на время дают забыться человеку. Как бы обезболивают, да? Пусть они обрушатся на твою голову, и это так и будет. Таким образом, путь, который ты открыла для человечества, и счастье, которое ты дала, подобны этому приведенному примеру. А вот второй путь, который дает человечеству, Кур'ан, да? То есть, вот эта религия истины, да? Вот это откровение от Аллаха, да? Которое реально тебе открывает глаза на самые, даже самые, вроде бы, для тебя страшные события. Ну, страшнее, так скажем, смерти, в принципе, ничего не бывает, да? Но посмотри, что тебе говорит Кур'ан. Так вот, второй путь, который даровал человечеству своим наставлением, мудрый Кур'ан, таков. Мы видим, что на каждом участке, в каждом месте, в каждом городе, на этом пути, повсюду имеются верные войны одного справедливого правителя. То есть, Кур'ан тебе показывает всю эту вселенную, как некое, так скажем, место службы. Все создания здесь служащие. И они выполняют эту службу с радостью. То есть, для них честь служить своему Господу. Время от времени, по приказу этого правителя, некоторая часть воинов освобождается от службы. У них забирают оружие, коней, казенное оснащение и выдают документ об увольнении. Конечно же, уволенные солдаты внешне печалятся от передачи своих коней и оружия, к которым они привязались. Но с точки зрения истины, радуясь своему увольнению, они очень довольны тем, что вернутся в столицу правителя и навестят его и встретятся с ним. То есть, отправиться на свою истинную родину. В мир покоя, где ты реально будешь счастлив и так далее. Иногда служащие ответственные за увольнение предстают перед каким-нибудь новобранцем, который не знает их. И они говорят ему, сдай свое оружие. Воин отвечает, я солдат правителя и нахожусь у него на службе. Затем я возвращаюсь к нему. А вы кто такие? Если вы пришли по его разрешению и ради его довольства, то добро пожаловать. Покажите его приказ, иначе отойдите и будьте подальше от меня. Если даже я останусь один, а вас будут тысячи, я все равно буду сражаться с вами. Я это делаю не ради себя, не ради своего навса, а ради своего правителя. Ибо мой навс также принадлежит ему. Ведь мой навс и мое оружие доверены мне, моим правителям. И ради того, чтобы сохранить доверенное мне имущество и защитить достоинство моего правителя и его честь, я не преклонюсь перед вами. То есть, очень важный момент, что верующий человек, он должен отстаивать свое имущество или то, или то, или то. Не как типа свое, а именно как аманат. Вот как тебе доверили, да, на сохранение. И ты его защищаешь или сохраняешь, потому что понимаешь, что это имущество, которое тебе дал Аллах. И твоя жизнь, и твое там, ну все, что есть, да. Итак, приведенный выше пример, это всего лишь одна из тысяч ситуаций, являющейся источником радости, счастья на втором пути. То есть, для верующего человека даже самое страшное событие, которое является смерть, это что такое? Это демобилизация. Вот человек, который служил в армии, он понимает, что такое демобилизация, да. То есть, демобилизацию любой солдат ждет с радостью, да. Освобождение из тюрьмы, грубо говоря, да. Или что-то подобное этому. То есть, для человека, который реально познал смысл жизни, с верой, с поклонением, да, который именно воспринимал этот мир как место службы, не место наслаждения, а он здесь служил. И по идее он должен, служа Аллаху, познавая через это все его, он должен как бы устать от этого мира. Он должен устать от этого мира. То есть, он должен, если он реально правильно будет следовать, да, предписаниям, он реально сам захочет переселиться. То есть, ну, как бы не то, что он будет там, типа, мол, суицид, это не это имеется в виду, а имеется в виду внутренний. То есть, он сердцем откажется от этого мира. Потому что он будет понимать, что он никак не может удовлетворить. Какой смысл к нему привязываться? Ну, реально. То есть, человек же должен понять, да, ну, что вот тебя может удовлетворить. Мы даже вот недавно там на одном тоже стриме, хотя верующие, братья, да, тоже, да, стремят. И вопрос серьезный, да, в чем смысл жизни? И зачастую, как бы, верующие тоже привыкли отвечать, как бы, как стандартно. Да, вот в Куране сказано, шаблонами и так далее, да, к примеру, там. Мы созданы для поклонения. Вопросов нет, это правильно. Но тут возникает несколько нюансов, да, каких и вопросов. Во-первых, что такое поклонение? То есть, это же очень широкое понятие, правильно? Что такое поклонение? То есть, это же не только намаз и так далее, правильно? А это что-то намного шире и намного такое, да, как бы. Это то, что должно пропитывать же всю твою жизнь. Потому что в Куране сказано, илля ли абудун, только для поклонения. Потом возникает вопрос, а Всевышний Аллах нуждается в твоем поклонении? То есть, понимаешь, ты даже не можешь ответить на вопрос, в чем смысл твоей жизни, пока ты не понял вообще, а зачем Аллах вообще все это создал? На самом деле, что смысл этой жизни, что смысл вечной жизни, они одинаковые. Одинаковые. То есть, есть в арабском языке два понятия. Есть ибадат, а есть убудьят. Ибадат это что такое? Это установленное поклонение. Это вот намаз, пост, там, то-то-то-то. А есть убудьят. Это что такое? Убудьят это неустановленное поклонение. То есть, по сути, убудьят это и есть познание Аллаха. Это все. То есть, это то, что объемлет всю твою жизнь. Любые состояния. Вот все, что у тебя в жизни происходит, это же все для тебя, как бы, предмет познания. То есть, через это ты и общаешься с Аллахом, да, и познаешь, и так далее, и так далее. И, вопрос, чтобы познать абсолютно, к примеру, мудрого, сколько времени тебе понадобится? Вечность. Чтобы познать абсолютно милостивого, чтобы его милость познать, сколько тебе понадобится? Понимаешь? То есть, это и будет вечным занятием. Это то, чем ты будешь занят в раю. И тебе каждый раз будет все новый и новый горизонт откраться. Ты будешь все больше и больше каждый раз удивляться и милости Аллаха, и мудрости Аллаха, и справедливости Аллаха. Это бесконечный процесс. И это то, для чего реально создан человек и его все естество. Потому что все остальное конечное. Все остальное конечное. А это бесконечно. Понимаешь? И Кур'ан ты будешь познавать вечно. Потому что это же слово Аллаха. Сейчас ты там что-то, ты в этом-то мире, да? Сейчас аят какой-то прочитал, и у тебя один рубеж познания, да? То есть, ты там, ааа, открылась вот. Потом ты живешь, развиваешься, бах, тебе еще открывается, бах. И это будет тоже вечно. То есть, ты будешь, находясь в раю, для тебя все эти аяты будут все раскрываться и раскрываться. Потому что ты будешь видеть последствия. Вечные последствия всего, что произошло и происходит. Понимаешь? То есть, вот в чем смысл. И получается, что у верующего человека, ему через иман, через вот эта осознанность веры, открываются такие горизонты. Ты просто от них тебя это, ну, как бы, касается, настолько захватывает, да? То есть, ты понимаешь, что Аллах, вот это да. А порой люди, которые там, ну, и в чем смысл жизни? Я говорю, понимаешь, если ты реально над этим не трудился, над вот этим вопросом, я тебе могу сейчас выдать это, да, вот, как ты сказал, ну, познание Аллаха, да? Но если человек, понимаешь, да, если он сам этот, как бы, как сказать, вопрос не проходил, что ли, да, не переживал, да, вот, ну, не бился над ним, он не оценит. Он говорит, да, чё ты, какой познание, чё ты там говоришь, ну, не поймешь, понимаешь? Да, поэтому, итак, приведенный выше пример, это одна из тысяч ситуаций, являющихся источником радости и счастья на втором пути. Другие ситуации ты можешь сравнить сам. И вот в течение всего этого странствия на том пути есть радостное и праздничное скопление и отправка на службу в этот мир под названием рождение, создание, а также видны торжественные церемонии освобождения со службы, что называется кончиной. Таким образом, мудрый Кур'ан даровал человечеству этот путь, кто полностью примет этот дар, именно полностью, да, то есть, вникнув, подчинившись, осознав и так далее, кто полностью примет этот дар, тот пойдет по второму пути, который приведет к счастью в обоих мирах. Человек и в этом мире будет счастлив и в вечном. И не опечалится он о прошлом, ты не будешь печалиться о прошлом, и не испытает он страха за будущее. О, вторая испорченная Европа! Часть твоих порочных и безосновательных принципов такова. Каждое живое существо, начиная от самого большого ангела и кончая самой маленькой рыбешкой, является хозяином, ты считаешь, что оно является хозяином самому себе, трудится для самого себя и усердствует ради своих наслаждений. Каждая из них имеет право на жизнь, и целью всех их стараний, стремлений и желаний является эта жизнь и ее обеспечения, говоришь ты. И глупо решив, что жизнь — это борьба, принимаешь за борьбу щедрые и милосердные проявления всеобъемлющего закона, который проявляется в законах щедрости милостливого Творца и взаимопомощи созданий. Этот закон взаимопомощи лежит в основе Вселенной, и ему в полном смирении следует все сущее. По нему растения устремляются на помощь к животным, а животный мир на помощь к людям. Интересно, задумайся, «Как можно назвать борьбой воодушевленное устремление атомов пищи в клетке организма для обеспечения их пропитанием, что является проявлением этого закона взаимопомощи? Как это может быть борьбой? Несомненно, эта помощь, это устремление является взаимопомощью, которая происходит по повелению милостливого Господа». Да, то есть одна из еще таких вот основ, которые прогнивших, да, и таких ложных, они считают, что эта жизнь — это борьба, да, что вообще основной закон — это борьба, нужно бороться, нужно там и так далее. Хотя на самом деле нет. Настоящим и фундаментальным законом в этой Вселенной является закон взаимопомощи. Даже если где-то есть элементы борьбы, то они включены в закон взаимопомощи. То есть это вот, к примеру, мы с тобой на тренировке вроде бы боремся, но на самом деле мы же друг друга помогаем, мы же друг другу взаимопомощь происходит. То есть мы же развиваемся, понимаешь? То есть даже если где-то есть элементы борьбы, то это именно взаимопомощь. То есть это взаимопомощь на самом деле. И этих вещей очень много. Правильно? То есть, вещей, которые показывают, что на самом деле во Вселенной основным и фундаментальным законом является действительно взаимопомощь. Реально. То есть, это, к примеру, сколько так называемый симбиоз. Симбиоз. Сколько созданий реально, даже в человеке, который там, все, что у него есть внутри, вроде бы, у нас там и бактерий сколько, и того, и пятого, и десятого, то есть, очень много. Правильно же? Но все они нужны, ты без каких-то бактерий не можешь, они все, у тебя все там присутствует, но у тебя есть там, как сказать, иммунитет, то есть, все нужно. Еще один момент, который такой ложный является, да? Ты говоришь, что все является хозяином самому себе. Это еще один из твоих безосновательных принципов. Явное доказательство того, что ни одно создание не является хозяином самому себе, заключается в следующем. Задумайся. Высшее среди созданий и обладатель самой широкой воли с точки зрения выбора является человек. Между тем, лишь одна сотая часть и та сомнительная, таких явных, в кавычках, самостоятельных действий человека, как размышления, речь и принятие пищи, предоставлены его волей и находятся в его ведении. Как можно назвать хозяином самому себе того, кто не владеет даже сотой частью своих так называемых явных действий? То есть, грубо говоря, если внимательно посмотреть на все то, что происходит в тебе внутри, то есть, вот ты типа мой хозяин сам себе, ну просто элементарно задайся вопрос. Если ты хозяин самому себе, ну так ты не болей, не можешь, ну не старей, ну ты же хозяин. Так же? Не умирай, не можешь. Чем ты управляешь реально внутри себя? Ну это организм, он сам по себе. В смысле сам по себе? Как понять сам по себе? То есть, ты задумайся. Ты задумайся, сколько там процессов, и они все разумны. Они все настолько разумны, что человечество изучает, изучает и до конца изучить не может, не может понять. В одной клетке не может до сих пор разобраться. Представь, одна клетка организма, до сегодняшнего дня, до конца мы так и не разобрались, не разобралось человечество со всеми технологиями. Сколько ученых трудится, не разобралось, как это внутри там, что происходит, сколько там чего есть. Это всего лишь одна клетка. А в тебе этих клеток сколько? А сколько процессов? Даже говорю, вот это вот, ученая, которая изучает мозг, да, она говорит, вот говорит, многие вещи, я вас, говорит, уверяю, мы никогда, говорит, не поймем. Почему, говорит, потому что, говорит, еще можно понять, как, к примеру, там, звуковая волна, попадая на слуховой аппарат человека, преобразовывается в электрический сигнал, идет там, в слуховой отдел мозга. А как потом мысль из этого образует? Ну, как, говорит, это все преобразовывается в смысл? Говорит, мы это никогда не узнаем. То есть, что это такое? Что это за волшебство? То есть, как это все работает? Кто это вообще изнутри все это наблюдает? Вот зрение, как, да? То есть, вот свет идет, попадает на сетчатку глаза, потом там каким-то чудесным образом это перерабатывается и становится электрическим сигналом, который идет по зрительному нерву, там, в зрительный отдел мозга. Но там-то темно, в твоей черепной коробке темно. И ты же видишь не здесь, ты видишь там. Вопрос, а кто там у тебя, что там экран, если там внутри кто-то сидит, смотришь, что ли, или как? Бывает, ты спишь вообще, у тебя глаза вообще закрыты, но ты же видишь, ты чувствуешь, ты ходишь, ты там то-то-то. То есть, понимаешь, то есть, и человечество никогда это не понимает, потому что это все абсолютно уже на духовном уровне. Все. То есть, это уже душа там и так далее. То есть, к чему этот разговор? К тому, чтобы человек просто внимательно посмотрел и понял, что ты не можешь быть хозяином самому себе. И ты не являешься хозяином самому себе. Так если человек, который является самым таким развитым созданием, обладающим самой широкой волей, ты настолько, по сути, как бы связан по рукам и ногам. Как ты можешь тогда называть? То есть, ты сам себе не хозяин. Как ты можешь назвать другие создания хозяином самому себе? Как ты можешь приписывать вообще какие-то качества? Вообще, то есть, у человека спрашиваешь, как это, что происходит? Тебе человек не понимает и не знает это. Но при этом он готов приписать еще больше разума просто какому-то а тому, или какой-то клетке, или какому-то мельчайшему созданию. Правильно? Поэтому, если еще раз, человек в такой степени связан в своих действиях по рукам и ногам, хотя и обладает самой широкой волей и самым высоким положением среди творений, заявит, что все живые и неживые создания являются хозяином самим себе, то это будет свидетельство о том, что он самое неразумное и безжизненное создание. То, что ввело тебя в заблуждение и повергло в опасность, это твоя одноглазая вот эта гениальность, твой удивительный, злополучный разум. Из-за своей слепой гениальности ты забыла своего Господа, Творца Всего Сущего, перестала быть благодарной и приписала его творение воображаемой природе, причинам, атомам, частичкам, и раздала его владение разным идолам и лже-богам. На взгляд этой твоей гениальности, каждое живое существо, каждый человек должен один противостоять бесчисленным врагам и бороться за удовлетворение своих нескончаемых нужд. И имея силу на вес атома, волю с тонкую волосинку, разум, подобный временному блеску, жизнь, словно быстро угасающая племя и ее продолжительность, как мгновенно проходящую минуту, он вынужден противостоять бесчисленным врагам и нуждам. И в то время, как капитал этого несчастного создания недостаточен для достижения даже одной из тысяч своих желаний, когда он попадает в беду, он не ждет облегчения своей боли, кроме как от глухих, слепых причин, выражая смысл аята. Ведь молитва неверных только на ложном пути. Поэтому, то есть, грубо говоря, как в первом слове приводит, Владимир Заман такой пример, да, что говорит, ты, говорит, путник, и ты путешествуешь в пустыне. И представь, ты в пустыне, там, жестко изможден, ты в беде, тебя нету ни пить, ни есть, еще разбойники на тебя нападают туда-сюда. Будешь ли ты просить помощи у песка? Будешь? Нет, правильно? По сути, этот мир, как та пустыня. Почему? Потому что все, что тебя окружает, это что такое? Это частички какие-то. Атомы. Они, что ли, тебе помогут? То есть, все же из этого состоит. То есть, от кого ты будешь ждать помощи, если у тебя нету веры? Поэтому, говорит, твой мрачный гений, мрачный гений, превратил день человечества в ночь. И лишь для того, смотри, насколько он здесь красноречиво описывает, смотри. Твой мрачный гений превратил день человечества в ночь. И лишь для того, чтобы люди привыкли к этой тягостной, угнетающей, мрачной ночи, ты зажгла свет обманчивых временных ламп. Эти лампы не могут, улыбаясь, радовать людей и осветить счастьем их лица. Скорее, они насмехаются над глупым смехом людей при их горьком плачевном состоянии. Представь, люди на самом деле. Вот ты представь человека, неверующий человек. Представь человека, которого приговорили к смертной казни. Как ты думаешь, такого человека будет радовать там вкусная еда, интересный фильм, сходить в театр? Когда он понимает, что его в любой момент сейчас вызовут и расстреляют, грубо говоря, или повешивают. Может его это обрадовать? Нет. Так мы все находимся вот на этом положении. То есть нас в любой момент, с этого мира мы выйдем. В любой момент. И если ты представь, ты увидишь человека, который приговорен к смертной казни, а он при этом начинает так вот веселиться, радоваться от каких-то там... Планы устроить. Планы там. Ты такой, о-о-о, ты поймешь, что он уже сошел с ума. Правильно? То есть он значит не, как сказать, не осознает реальность. Вот так же эти мирские люди, они на самом деле не осознают. И при этом они называют верующих людей какими-то фанатиками, что они там что-то там фантазируют, выдумывают. Причем вот как только что читали про игрушки. Он говорит, ты дала такие некие какие-то игрушки вот этому человечеству. И сейчас тоже вот эти расцветила некими лампами красивыми такими, которые еще и насмехаются, говорит, над этими. Удивительно, что попытка даже псевдодуховность какую-то затолкать. Почему вот я просто сейчас задумался, например, над таким феноменом, феноменом или феноменом, как правильно, ну вообще правильный феномен. Илон Маск. То есть он дает человечеству ложную какую-то странную надежду. Мы поедем на Марс, и там будет все хорошо. И люди такие, мы поедем на Марс. Какая красота. Да, мы поедем на Марс. Как будто бы поездка на Марс отменяет смерть. То есть ребята вообще, про что вы, проснитесь. Причем тут Марс, грубо говоря, где Марс, где ваша могила. Но они как бы включаются в это. То есть это вот, смотрите, какие достижения науки у человечества. Туда-сюда мы полетим на Марс. Тебе-то какая разница, куда кто полетит. Ты же не полетит. Ты хочешь быть просто похоронен на Марсе. На Марсе, да. Это очень, очень завораживающая мечта и цель. То есть люди, то есть видишь, и мы же реально понимаем, что это просто реально очередные какие-то утопии. Просто вот какие-то иллюзии, да, которые, ну ничего не меняют. Кардинально ничего же не меняется. Ты как был смертный, так и остался. Чего поменялось? Ну да, ты украсился там. О, слушай, тебе повезло. Тебя повешают на шелковой веревке. Или там ты разобьешься там на супермашине. Ну то есть какая разница, в чё ты будешь наряжен и на чём ты там помрёшь. Или там тубаретку, которую выбьют из-под твоих ног, она будет золотая. Тебе повезло. Ты такой молодец. Хотя на самом деле реально настолько абсурдный даже вот с этим Илоном Маском, да, и его полетом там на Марс. Ты думаешь, ребята, ребятки, у вас тут планета нормальная есть. У вас есть нормальная планета. Вы научитесь здесь жить. Вам зачем Марс? Просто портить не надо её. Да, вы просто научитесь просто её не испортить. Они её загадили и такие, давай валить отсюда. А на Марсе как будто там мёдом намазано. Знаешь, там сейчас прилетят, и всё там у них будет, и всё будет хорошо. Ничего нету. Это там такой гемор придётся всё это там с нуля. То есть у тебя тут готова идеальная планета со всеми идеальными условиями, дарами и так далее, и так далее. И вы тут всё её просто устроили себе сами такой гемор, да. Такие условия замучили сами себя, всё разрушили, да, там, везде там, как говорится, нагадили. И такие, так, походу пора валить, скоро тут невозможно. Ну, ребята, может надо остановиться и задуматься, что может просто нужно научиться здесь жить, зачем вам Марс? Ну, ты представляешь, что там Марс? Это ты, как сказать, вот это же делали, да, где-то эксперимент, что там просто взяли изолированную некую экосистему. Экосистему, да, она засохла потом всё. И всё, то есть они не смогли, представляешь, поддержать эту экосистему. То есть невозможно. Нет, на самом деле, то есть стремления пускай они будут. Пускай будут стремления. Пусть человек хочет, просто не замещая, не замещая истинных ценностей и целей. И вот на самом деле, то есть вот это стремление, оно же на самом деле нужно для чего? Чтобы в итоге люди поняли, насколько уникален создатель, который устроил эту систему. Вот вы попытались эту систему, некую закрытую, да, то есть попытаться сами организовать, и не смогли. Они поняли, что это настолько сложно, представляешь, настолько сложно. Хотя, вот у тебя весь пример, у тебя все данные есть. Просто технически попробуй это организовать. Повтори просто. Повтори. Не получилось. Ребята, у вас все технологии есть. Типа, вы вот, вы умные, вас много, вот давайте, не могут. И при этом они легко допускают, что это планета Земля со всей этой экосистемой, что она как-то сама по себе. А вообще, может быть, даже на Марсе нарушаем чью-то жизнь, да, там, как бы, у них порядок свой же, да, потому что мы не видим, да, эту жизнь, для нас она скрыта. Ну, какие-то духовные существа там живут, да. Да, вмешиваемся. Они думают, ну, а еще сюда они приедут сейчас. Поэтому, то есть, нет, к чему весь этот разговор, да, то есть ты понимаешь, что настолько людей пытаются, как сказать, отвлечь чем угодно от самых главных и насущных проблем, да, то есть, ребята, вы все смертны, вы не доживете ни до Марса, ни до чего, то есть, вы в любой момент, понимаете, в любой момент ты, как говорят, там, склеишь ласты, понимаешь, и все. И что ты будешь делать? Что тебя обрадует? Человека в таком положении может обрадовать только что? Что его помиловали, что, оказывается, смерть – это не исчезновение, что есть вечная жизнь, что есть там то, 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 то и так далее. Поэтому невозможно, понимаешь, ни какая-то философия, ни какой-то разврат, ни какая-то культура и так далее, она не сможет, она не сможет заменить истину. Потому что это все все равно суррогат, как вот есть материнское молоко. Ну, не заменишь ты его. Все равно будет побочка того, пятого, десятого. Точно так же и человеку нужна настоящая духовность. А это только вера, единобожие, вечность и так далее. Поэтому люди, которые стремятся к Европе, любят ее и так далее, на самом деле, во-первых, это очень такая отравленная конфета, завернутая в красивый фантик. И плюс еще, за вот это то, что мы начинаем проявлять вот к этому любовь, Аллах нас потом наказывает, что они же к нам проявляют враждебность. И мы это видим уже на протяжении скольких лет, сколько исламских стран нагнули, сколько мусульман уничтожили, миллионы, миллионы, миллионы. А мы их любим, а мы за них подражаем, мы скупаем, мы туда стремимся, мы своих детей туда отправляем учиться и так далее, и так далее. Поэтому задумайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!